Вы слушаете Мазерло от подкаста о материнстве в современном мире со всеми его изменениями, технологиями и мемами. В студии Екатерина Шипалова, мама. Юлия Островская, психолог, сексолог и гештальтерапевт. И Мария Телесникова, гинеколог и репродуктолог. Мы собрались здесь для того, чтобы честно, а иногда даже с юмором, обсудить самые волнующие темы современной материнской повестки. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Здравствуйте всем! И сегодня мы в нашем мамском подкасте обсуждаем тему современной технологии в области фертильности. Что же они дают нам? Куда они продвигают нас? Что мы благодаря этим технологиям достигли уже в современном мире деторождения? Да, там еще есть совершенно потрясающая прослойка в этой теме. Это гаджеты. Я хочу, чтобы мы скорее до нее дошли. Но сначала давайте поговорим о том, что такое вообще фертильность. Да, я думаю, что правда не все знают, что такое фертильность. Необычное слово, конечно же, для слушателей, которые не посвящены, но мы открыты. И хотим немножечко рассказать о том, что фертильность – это способность человека, как мужчины, так и женщины, осуществлять функцию деторождения. То есть от мужчины – это материал для зачатия, от женщины – это способность забеременеть и выносить ребенка. Что можно сказать? Что на сегодняшний день есть проблемы все-таки у женщин молодого возраста, до 35 лет, что женщины испытывают трудности зачатия. И на фоне этой большой проблемы у нас появилось множество технологий, которые помогают осуществить всю эту процедуру. А с чем больше проблемы, Маш, с… Вот я не нашла, кстати, информацию на эту тему. С проблемой зачатия или с проблемой вынашивания больше проблемы? Больше проблем, конечно, с зачатием. Потому что у женщин развивается гонка. Они хотят… Вот они подумали о том, что всё, я хочу беременеть. И хотят прям чуть ли не здесь и сейчас пытаются поймать каждый момент, высчитать минуты там овуляции, когда у них они происходят. Ну, то есть получается вот эта постоянная гонка. Женщина сама себя загоняет в рамки. И буквально там после первого цикла она видит, что у неё пошли месячные, записывается к врачу и говорит о том, что… Она не может забеременеть. Вот мы попробовали, а у нас не получилось. Да, может быть, у нас какая-то есть проблема, но вообще в возрасте от 18, будем так начинать, или с начала половой жизни, там до 35 лет паре, которая ведёт активную половую жизнь… Что считать активной половой жизнью, как ты считаешь? Ну, половые акты каждые 2-3 дня. Это активная половая жизнь. И при отсутствии контрацепции паре даётся 1 год. Для того, чтобы… Прилично. Ну, конечно, 12 месяцев. Ну, вот я, кстати, хочу… Здесь есть совершенно блестящая возможность нашим слушателям, которые ещё не касались темы деторождения или дето-заимения, и вообще, короче, не ходили вокруг этой темы, совершенно блестящая возможность сказать о том, что эти рамки, о которых ты сказала, женщины себя ставят в эти рамки, которые навязаны другими женщинами, которые не имели свободы, выбора, спокойно находить возможность забеременеть. Это, кстати, вот большой Юлин блог, да, на тему которого она может высказаться. Вот эти вот рамки, как ты считаешь, они сильно связаны с появлением соцсетей или они до этого тоже были? Вот это вот, ну что, а детки когда? Вот это вот самое. Я думаю, что они точно не связаны с появлением соцсетей. Это какая-то такая наша традиция. Ну, понимаешь, потому что пара всё-таки имеет свою динамику развития. Если люди, ну, уже в браке, как бы вроде бы понятно, что они должны рожать детей. Кому должны, совершенно не ясно. И кому понятно, тоже не ясно. Да, и кому понятно, тоже не ясно. Но вот так развивается семья, скажем так. Сначала там Монада, потом Диада, потом Триада, когда становится три человека в семье, потом... А собака не считается? Нет, собака, к счастью, не считается, хотя на сегодняшний день уже её включают в семейную систему. Услышала, кстати, такую версию. Да, да, на самом деле. И я сталкиваюсь на сегодняшний день с женщинами, на которых давят в семье, на которых давят даже не в той степени мужья, а в большей степени родственники. Это женщины, которые очень так слиты со своими матерями, которые кому-то чем-то всем обязаны. И вот я как представляю этот клан, который над этой бедной девушкой постоянно... Стоит буквально. Да, буквально. Ну вот ощущение такое, что буквально стоит. Я очень часто... И это уже, для меня, это что-то сродни, знаете, такому репродуктивному насилию. Да, вот только хотела сказать, что это похоже на какое-то... Вот есть у меня очень ярко почему-то сейчас сцена из фильма «Кожа, в которой я живу». Был такой Альмадовра. Там есть вот сцена, где главный герой помещает другого главного героя в комнату и даёт ему там различные гаджеты для определённых манипуляций со своим телом. И проверяет аккуратно, хладнокровно проверяет вот эту вот всю историю. И ещё это мне напомнило какие-то старые очень традиции. Помните, да, когда первая брачная ночь, и там мама мужа должна была там что-то проверить, или там была традиция, когда все женщины... Ну, простынь там, да, это отдельная, конечно, история. Все женщины семьи были всю ночь, ждали, пока вот молодожёны там, чтобы всё произошло, и они должны были отконтролировать этот процесс. Вот это вот всё, мне кажется, оттуда и идёт. Поэтому, конечно, сейчас такое есть явление. Я думаю, что не сейчас оно только. Оно было, наверное, всегда. Ну, в некоторых семьях, но не во всех, безусловно. Ребёнок как сверхценно, ну, сверхидея какая-то. Сверхидея изучать ребёнка, сверхидея его выносить, сверхидея его родить. Кто там с этим ребёнком потом будет заниматься? Особо вот самое, что интересно, никого не беспокоит. Главное, чтобы он был произведён на свет, наследник или наследница, и все были счастливы и спокойны, и воды было кому, как говорится, принести. Иногда все счастливы, кроме самих родителей. Да, 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 я тоже это говорю. Потому что не нужен, некоторым парам, ну, не нужен ребёнок. Они хотят жить ради себя, развиваться сами по себе. У них вообще нет в планах этого. И, наверное, Юль, ты часто сталкиваешься, когда приходят пациенты к тебе и рассказывают о твоём проблеме. Что делать, да? Да, сначала там давят на них, когда женишься, когда замуж выйдешь, а потом, ну, когда дети, ну, когда дети, вроде дитя родил, когда второго. Ну, и вот это постоянно какая-то цепочка, что ты должен кому-то что-то там дать, доказать, что ты можешь. А я в своём кругу очень часто сталкиваюсь с такой действительно большой проблемой у девушек, у женщин разного абсолютно возраста, количества детей и так далее. Во-первых, почему-то родственникам никогда не бывает достаточно детей. То есть там, если трое, то они говорят, ну, где трое, там, и четверо, да? Люди могут, конечно, подшучивать над этим и говорить, ну, чего вам уже там, господи, да, там, где три, там, и четыре. А так ведь всерьёз бывает, что, ну, почему у вас их там… Вот у нас было там, у нас в семье семеро было, это знаменитый личный пример. Неважно, что там эти трое из этих семерых могли вообще не доедать и донашивать за всеми всю остальную одежду. Не в этом, конечно, счастье. Но вот это насилие, как ты сказала, репродуктивное по поводу того, что вот я знаю прекрасную совершенно пару, невероятно яркие люди, и ребёнка они завели, когда жена младше мужа, ей 41 год. И совсем недавно я встретила её совершенно счастливую, ей сейчас лет 46, получается, с очаровательной малышкой. А когда мы познакомились, это было там лет 8, наверное, назад, она мне рассказала про своего мужа, и вот говорит, а мы, говорит, уже вот лет 10 живём, и пока не хотим детей. А потом они захотели, и я с такой радостью посмотрела на эту женщину, которая наверняка отвоёвывала своё право 10 лет там жить, путешествовать, зарабатывать деньги, которые вообще-то нужны для того, чтобы качественно выращивать детей, да, и поддерживать качество своей жизни. Я так это, маленькую ремарочку вставлю по поводу родственников. По всем законам жанра, вот те родственники, которые больше всего... Меньше всего сидят. Меньше всего в них участвуют. Классика. Вот скажите моей маме, что у неё сейчас появится ещё один внук или внучка. Она реально... Она просто переедет точно в Казахстан, да. Потому что это человек, который правда участвовал всегда. Вот у неё 4 внучки. И в каждой внучке она вложилась, она сидела, она участвовала. И, конечно, она не требует, не хочет. Там ни от кого больше из нас внуков. Потому что она в этом принимала непосредственное участие. Непосредственное участие. И как минимум вырастила ещё детей до этого, да? Мне очень знакома твоя ситуация, потому что в нашей семье у моей мамы 5 внуков. И моя дочь, когда родилась, она сказала так... Отдохни, Маша, отдохни. Нет, она сказала так, свекровь с свёкром такие, ой, маленькая там, ой, носик, ушко. Она такая, давайте, давайте, у меня это уже не первый. Да, то есть для неё уже это не было интереса, не было такой, как вот, желания посидеть, понять. Трепета, Маш. И желания, интерес, я уверена, что были. Наверное, не было вот этого трепета и безумного, знаешь, такого первородного любопытства, когда получают внукам. Да, но сегодня мы с вами говорим всё-таки о тех семьях, где хотят детей, где ждут детей, где не получается, и что им может дать. Возможно, не получается. И сегодня в современном мире помочь, к чему они обращаются, к каким способам. Давайте сначала рассмотрим вот самый благополучный сценарий для того, чтобы понять, как в абсолютно нормальной механике забеременевания, где всё получилось, срок нормально, современные технологии, как могут помочь облегчить протекание. Ну и мы сейчас говорим не о сложных случаях, мы к ним пойдём потом. Я вот про... Начнём от простого к сложному. Да, к сложному. Совершенно верно. Благодарю тебя за поддержку. Очень тепло от неё. Вот, Маш, скажи, как в абсолютно нормальной ситуации, где всё по инструкции сложилось и благополучно, к чему женщине вообще прибегать, прибегнуть, к какой помощи, самопомощи, каким гаджетам дома для того, чтобы поддержать. Чё проверять, чё не проверять, чё не надо, чё лишнее. Самый первый гаджет, когда всё получилось, тест на беременность, да? Да. Замечательно напоминающий гаджет. Да, прекрасный. Носить с собой где-нибудь в петличке, чтобы не забывать. Значит, с тестами на беременность всё понятно. В прошлой теме уже обсудили их, как бы тут всё хорошо, на любой вкус и цвет. А далее, что же может себе женщина ещё помочь, чем себе может? Вовремя ходить к врачу, вовремя делать УЗИ, хотя бы три скрининга. Это то, что нам сейчас может дать современная медицина. Ну и, конечно же, для того, чтобы выслушивать сердцебиение плода, у нас есть доплер. Замечательная установка, которая не требует там... Это вот тот самый, который называется фитальный доплер? Всё правильно. Это именно... Я, кстати, первый раз вообще услышала. Я тоже. А я услышала... Сегодня узнала это слово. Впервые услышала пульсоксиметр. Что это? Пульсоксиметр, это... Ты ковидом, что ли, не болела? Устройство, которое измеряет насыщение кислородом крови. А, вот. Ну, ты знаешь, Юлечка, думаю, что многие после слова фертильность сразу в словаре вот этот вот самый сложный ксиметр подчеркнут. Пульсоксиметр, наверное, он не используется, конечно. В основном это УЗИ и доплер. Это самые основные. Есть... Не так давно появилось... Такой гаджет появился. Это домашний доплер. Он небольшой. И женщина сама может выслушивать у себя сердцебиение ребёнка. Это не вредно? Это не вредно, да. Вот тут я хочу сразу задать вопрос, потому что есть... Я точно знаю, что есть супервлечённые, супервлечённые в процессы мамы, которые параллельно со своей беременностью получают как бы второе высшее, как одна моя матруха. Тревожные? Не совсем. Тревожные. Ну, ладно. Рэп? Рэп. Рэп. Нет, они, знаешь ли, тревожные, но они как бы свою тревожность маскируют вот этим дичайшим любопытством. Что маскируют, конечно. Да, ты всё-таки у нас здесь этот терапевт-психа, а не я. Я что? Мать всего лишь навсего. Так вот, для вот этих вот самых любопытно-тревожных матерей, как бы ты притормозила, что бы ты им сказала, что... Потому что, ну, есть женщины, которые там, знаешь, через каждые пять минут давления бегают, может, они тест перепроверяют до восьмого месяца, беременна ли я, или это всё-таки просто свёкла мамина маринованная так подействовала. Как их приостановить? Ну, конечно, доброе слово доктора, оно всегда лечит, да? Ой, какая хорошая самореклама, Машенька! Сам контакт у женщины должен быть налажен с врачом, а женщина сама должна выбрать доктора, которому она может доверять. Всё тоже зависит напрямую от врача, какую информацию она получает. Если ей говорят, у вас там всё плохо, страшно, не ешьте, не пейте, ничем не занимайтесь, просто лежите пластом, конечно, она будет всё подряд перепроверять, бегать. Может случиться такое, что у тебя может быть мало молока, и оно будет пустое. Это может произойти из-за приёма лекарств, проблем с щитовидной железой и банально из-за стресса. Если такое случилось, не переживай, ты не одна и ты ни в чём не виновата. Любой маме важно знать, что кормление искусственным питанием или обращение к кормилицам не зазорно и не является показателем плохого материнства. Это такой же действенный способ дать своему ребёнку полезные и питательные вещества. Мы выступаем за нормализацию любого способа питания, удобного и подходящего для мамы по любым причинам, будь то здоровье или собственный комфорт. А в Нэпи Клаб можно найти бутылочки, соски с нуля месяцев и нибблеры для малышей постарше с 5-6 месяцев. Выбирайте то, что подходит вам и вашему малышу. А как вы относитесь к грудному вскармливанию? Был ли у вас опыт искусственного вскармливания? Дорогая мама, самая главная твоя задача сейчас — быть уверенной в том, что ты всё делаешь правильно. Для этого у тебя есть Нэпи Клаб. Это российский бренд, созданный мамами для мам. Нэпи Клаб создали целую линейку товаров для тебя и ребёнка. Бренд предлагает большой выбор детской посуды. Бутылочки, соски, ложечки, термосы, антискользящие коврики. Тебе останется только положить в корзину те, которые понравятся и будут удобны. У Нэпи Клаб есть решение всех маминых проблем от двух полосок до трёх лет. Ссылка в описании. Мы продолжаем дальше про современные технологии, к сложным случаям. Сложным случаям мы что называем, когда мы... А что мы называем прям сложным случаем? Я думаю, что там есть какие-то различные всё-таки градации сложных случаев. Расслоения какие-то. Безусловно. Есть самые сложные, не очень сложные. Есть там вообще без вариантов забеременеть. Ну, давайте так. Сначала берём первый вариант, когда женщина самостоятельно забеременела с помощью мужа. Да. Всё сама. Всё по старинке. Всё по старинке, да. Через мужа. И отвела свою беременность, используя там минимум гаджетов всяких. Отвела свою беременность в детский сад. То есть всё хорошо прошло, беременность закончилась родами, и всё замечательно. Но есть случаи, когда беременность не наступает более года у пар до 35 лет, и не наступает более полугода у пар после 35. Тогда уже мы начинаем искать и пробовать разные варианты, потому что может быть причина как в женщине, так и в мужчине. И в первую очередь мы должны исключить мужской фактор. Бывают случаи, когда всё очень плохо и нет вообще никаких живых сперматозоидов. Тогда репродуктологи прибегают к такому методу, берут из канальцев яичек, ткань, материал, и там вот в этих канальцах ищут сперматозоиды, каких-нибудь там один, двух, трёх. Которые спрятались. Да. Если они не вышли наружу и не появились, там всё пусто, значит, там должно хотя бы что-то быть. Это такой гараж сперматозоидов, где они, я поняла. Всё верно. Просто чтобы аналогия была хорошая. И чинят какую-то машину. Вот. Но опять же, тут поработали с мужчиной, пролечили его, выяснили, его это фактор, не его. Перешли к женщине. У женщины может быть несколько тоже проблем. Во-первых, это какие-то половые инфекции, которые мешают, это постоянно воспалительный процесс, который мешает зачатию, прохождению сперматозоидов в матку и далее в трубы. Потом... Может этого женщины, кстати, не замечать? Есть такие вот инфекции, которые могут совершенно не беспокоить? Да, конечно. Много? В ЭПЧ, например. Но она не является причиной бесплодия. Я хотела сейчас просто, ну... Поумничать? Да. Но у тебя будет такая возможность, я тебе всегда дам. Ну вот, значит, во-первых, это какая-то половая инфекция, которая у нас скрыто протекает. Потом это шеечный фактор, когда слизь в шейке настолько густая, что она не пропускает сперматозоидов. Это тоже проблема. И есть решение этой проблемы. Тоже, но какое-то очень аккуратное. Очень аккуратное, да. Это внутриматочная инсеминация. Вообще очень всё быстро проходит, безболезненно, здорово. Это как... Это не операция, это какая-то просто манипуляция, да? Да, это просто манипуляция, да, да. Всё верно. То есть не так всё страшно вообще-то со стороны, как малюют иногда в этих блогах, в которых много пишут людей, не соображающих вообще. Проблем много, просто у каждой женщины они свои. И врач должен найти правильно проблему эту и решить её. Далее, когда мы поняли, что если это не шеечный фактор, мы смотрим полость матки, мы можем посмотреть на УЗИ, можно сделать гистероскопию. У женщины могут... Гистероскопия – это что такое? Это операция, которая подразумевает собой введение определённого там датчика внутрь, в полость матки, и мы можем оценить состояние матки внутри. А, он исследует там? Да, он исследует, да. Если с маткой всё в порядке, пошли дальше, пошли на трубы. А это загибаешь современной технологии? Я его на ногах уже загибаю вообще, начинаю загибать. Вот. Трубы мы можем проверить тоже несколькими методами. Но самое простое – это когда с помощью ультразвукового исследования и обычного стерильного раствора женщине вводится этот раствор, это даже не нужен наркоз. И с помощью УЗИ мы смотрим, сколько количество ввели, да, и сколько жидкости в малом тазу. Это вот тоже распространённый очень диагноз, который, ну, во всяком случае, я вот как обычный человек, не связанный с медициной, слышу непроходимость труб. Маточных труб, да, всё верно. Всё верно. Ну и следующий момент, когда у нас отсутствуют овуляции. И это намного чаще происходит сейчас, чем все остальные моменты. Давай про причины. Гормональный сбой, стрессы, повышенный пролактин. Очень много причин. Диеты. Повышенный пролактин у мужчин, да, может быть причина. В результате овуляции. Вот, кстати, когда я первый раз попала к гинекологу-эндокринологу, у нас не была беседа, я как девушка любопытная начала ей вопросы задавать. И она мне, кстати, тогда, это было ещё до моей первой беременности, она мне, сколько, 8 лет назад, она мне сказала, она говорит, что диеты – это вообще страшнейший враг. Девуши, которые хотят впоследствии иметь детей, поскольку, ну, скажем так, не все они составлены соображающими людьми, да. Это, вот, возвращаясь к теме, как мы с вами говорили там про методы родовспоможения, да, народные, так и есть диеты, когда некоторые девушки лишают полностью себя жиров, которые нам, как женщинам, необходимы. И это мне тоже пришлось опытным путём усвоить. И она рассказала о дочери коллеги её, да, то есть тоже гинеколога, которая досиделась на диетах, и в 19 лет у неё случилась уже аминорея бесповоротная. То есть она сказала, что больше мамой она не сможет стать уже никогда. Мы выяснили, что всё у женщины в порядке, в принципе, всё проходимо или непроходимо, что тоже причиной является бесплодие, да. Но это сложнее устраняется, как я понимаю. Да, если, например, непроходимость труб или есть маточный какой-то там фактор, то, естественно, сначала мы лечим матку, а потом уже делаем стимуляцию с помощью определённых препаратов и делаем... Это препараты, а не какая-то, например, ультразвукая терапия? Гормональные препараты. Какие-то массажи? Нет, если причины в матке, то есть определённые оперативные вмешательства, которые подразумевают выскабливание полости матки и очень маленький период для того, чтобы забеременеть, потому что внутриматочные спайки могут образоваться снова. Очень быстро. Да. Если это... Вот, Маш, подожди, задержись в этом месте, потому что сейчас Юлькина очередь, мне кажется, сказать, о том, что вот этот период, когда тебя... Ты вот сказала по поводу того, что женщина находится в гонке, а сейчас ты говоришь про вот этот маленький период, плюс ещё... Разные моменты немножко. Есть гонка, когда всё хорошо, когда всё обследовали, и всё хорошо. А есть гонка, когда определённые рамки из-за патологий. Ну вот, хорошо. Патологические рамки. Тем не менее, это рождает определённое психологическое напряжение. Как, Юля, в этот момент женщина себе может помочь не с помощью гаджетов, например? Какую бы ты рекомендацию дала? На самом деле, я вот сейчас долго, да, слушала вас, девочки, слушала тебя, Маша. Я понимаю, вот я вот уже какой-то ужас вообще ощущаю и не хочу... Присоединяюсь. И не хочу будто бы вообще ввязываться во всю эту историю, да, вот как будто бы с этим деторождением, с таким способами забеременея, с такими исследованиями, с такими обследованиями. С такими сложностями. С такими сложностями. Я думаю, сколько правда... Вот я как бы женщина, не имеющая проблем с зачатием, у меня были очень лёгкие зачатия, очень лёгкие там беременности, роды. Я думаю, как вообще женщины могут себя в этот момент чувствовать? Как же им может быть правда непросто? А ещё есть окружающие, которые могут не поддержать в этом моменте правильно, а сказать, ну что ты вон, Людка, жила без детей и не спилась, да? Да, на самом деле, правда. Правда, и я как будто сейчас через себя проживаю, как ты говоришь, да, напряжение женское. Вот как бы его. И как не сдаться, и сдаться, и непонятно, что делать. И правда, и ты знаешь, как можно помочь? Я не знаю, как можно помочь, когда ты всегда в этой острой тревоге. Острой тревоге, что не получится, что пойдёт не так. Плюс ещё... Что мне будет больно, что мне будет страшно, что опять снова, правда, не получится. Следует ещё сказать, что у любой женщины, у любой пары есть полное право в этом месте, когда они столкнулись со множеством трудностей. И вот врач чистосердечно сказал, что, ну что, ребят, вам придётся пережить вот периоды вот этот, вот этот и вот этот, и там какой-то процент, что у вас получится. И ведь люди имеют полное право сказать, что мы не готовы к этому. И пока приостановить. И науке известны случаи, когда люди, ну скажем так, расслабились в этом месте, да, сказали, что мы сделаем сейчас, передохнём, да, и там вернёмся к вам через год. Я считаю, что это люди с большой силой, волей и таким высоким уровнем внутреннего развития, которые дают себе время, они бегут, сломя голову, там, и заодно ещё и, там, не знаю, по гадалкам и натуропатам каким-нибудь совмещая всё вместе, только чтобы забеременеть. Есть же такие случаи, правильно, Маша? Есть, но это случаи без отсутствия серьёзных патологий. Которые нужно прямо сейчас делать. Вот смотрите, бывают истории, когда у женщины были какие-то воспалительные процессы, допустим, да, ей убрали трубы, она не сможет самостоятельно забеременеть без медицинских технологий, таких как ЭКО. Ну да, мы сейчас как бы, да, говорим не о тех случаях, которые требуют кардинального такого большого вмешательства, и без них мы никак, да, о каких-то таких средней степени сложностей. Ну правда, есть случаи, которые требуют и грандиозного вмешательства, да, и я всё-таки продолжаю думать о том, через что женщины, она готова пройти, сколько вообще у женщин смелости и силы, и, может быть, терпения. Там ещё я не перестаю думать о... И выборов разных, сколько приходится делать. Да, и я не перестаю думать о социальном факторе, который вот у меня просто красной нитью в голове, когда мы говорим об этой, на эту тему. Вот этот вот тот самый. Сколько вокруг нас людей, да, близких, не очень близких, сильно любопытных, которые интересуются, да, «А, ну что ж вы там, с помощью какого гаджета вы хотите забереть?» Женщине приходится выдержать не только с точки зрения манипуляций медицинских, а ещё и психологических. Поэтому я думаю, что всё это не облегчает, скажем так, путь к материнству. Да, ну давайте как бы... Немножко взбодримся, да. Немножко взбодримся, да, потому что на самом деле современные технологии, о которых мы сегодня говорим, они помогли небывалому количеству людей обрести радость родительства. Да, и вообще-то раньше такого не было. И они готовы, да. Мы готовы пройти этот путь. Наверняка они знают, с чем приходится столкнуться. Они идут, и они становятся счастливыми родителями. И слава богу. Да, это прекрасно. Мы в предыдущем выпуске уже говорили о таком достижении, которое мы все ожидаем, как искусственная утроба, искусственная матка. Когда-то она будет создана и будет помогать в основном женщинам. А способы, которые уже реализованы и успешно помогают парам и целым кланам, помогают иметь детей. Что мы знаем? Мы знаем ЭКО. Также есть внутриматочная инсеминация, также есть стимуляция овуляции. Ну и это основные способы вот сейчас забеременеть у пары, у которых есть в этом трудности. Донорство. Донорство спермы. Да. Мы можем это рассматривать при мужском факторе бесплодия. Как это происходит? Молодая пара приходит в... Банк спермы. В центр, да, в котором есть банк спермы. И говорят, что мы хотим использовать донорскую сперму, так как у нас есть мужской фактор. Им, конечно же, в этом помогают всячески. Предоставляют свои услуги. Очень интересно, как давно банки спермы в России существуют, знаешь? Я затруднюсь ответить на этот вопрос, потому что это больше к урологам. Они больше занимаются. Но я скажу так, что на сегодняшний день это всё-таки часто используется. И стать донором спермы может не каждый мужчина. Да, я читала об этом, что это довольно ответственная процедура, и там сильно проверяют здоровье мужчины и различные как части его жизни и личности, не только физическая. Какое хорошее, богатое слово «вот за это я тебя и люблю». Мы обсудили какие-то разные варианты, когда есть какие-то возможности всё-таки в организме женщины или в организме мужчины. Мы сказали про донорство спермы, если женского фактора нет, а есть мужской фактор. А бывает же такое, когда нет вообще возможности у пары естественным способом зачать, забеременеть, зачать, выносить и родить ребёнка. Вот какие тогда, не знаю, грубые слова, может быть, но крайние меры в современных возможностях существуют. Короче, когда все варианты исчерпаны, что мы можем сделать? Когда все варианты исчерпаны, мы можем воспользоваться суррогатным материнством. И это направление сейчас активно развивается в нашей стране. Оно молодое, я правильно понимаю? Да. И у нас очень мало центров, ассоциаций, которые занимаются суррогатным материнством. Там есть определённые условия, условия содержания матери. То есть это всё завязано на большие деньги. Естественно, это услуга для платёжеспособных клиентов. Мы можем поговорить о том, сколько это стоит? Примерно или от, до? Ты знаешь вообще расценки на всё это? Во-первых, там должно быть содержание женщины от переноса, переноса яйцеклетки в утробу, до рождения. То есть женщина на полном содержании находится у этой семьи. Они контролируют вплоть до того, что она кушает, что она пьёт, где она спит, где она живёт. Где гуляет. Она не платит за это. Это всё должны обеспечивать 100% те люди, которые, можно сказать, заказали эту беременность. Здесь, конечно, я, когда думаю о суррогатном материнстве, как совершенно обычный человек, для меня это супер, наверное, сложная тема. И если... Вот почему-то, когда я думаю о гаджетах и каких-то других вспомогательных способах, для меня в моей голове это... Ну, какие-то сложности, но там всё преодолимо. Суррогатное материнство какая-то для моего простого женского мозга совершенно непостижимая тема. Юль, как ты вообще к этому относишься? Я отношусь к этому... Ты знаешь, у меня двоякое отношение. Я не могу сказать... Вот и у меня. Как-то его выпрямить не могу на сегодняшний день. Сколиоз этого отношения ты не можешь. Я не могу его для себя, на самом деле, выпрямить. С одной стороны, ну, я... Ну, если люди хотят, да, возможность иметь своего ребёнка, то если они могут её и осуществить, они тоже имеют на это право. Если это законно, если это упорядочено, они имеют на это право. И, с другой стороны, женщина на это, ну, тоже как-то соглашается. Которая суррогатная мама. Да, которая суррогатная мама. Её используют, но с её согласия. Но, с другой стороны, я знаю, что на сегодняшний день есть такая современная повестка о том, что, ну... Суррогатная мама может оставить себе ребёнка, если она захочет. Не в этом дело. Что это, знаешь, как будто объективизация женщины. Это, правда, использование. Использование, да. И женщина, я думаю, у меня есть мысль, которая как бы вот захватывает меня, и я в ней не могу прийти к какому-то своему логическому заключению о том, что женщина соглашается на это вообще-то не от суперхорошей жизни. И так как это... Точно не от любви к беременности. Да. И, ну, мало, на самом деле, найдётся женщин, которые говорят, ох, как я люблю ходить беремен... Беременела бы и беременела бы... Ну, может быть, это говорится о беременности своими детьми. Когда ты вынашиваешь... Ну, как бы на время нахождения, он-то, конечно, твой, но я вернусь к точке той, к которой женщина обращается к такому способу. Это способ заработка для неё и способ обрести безопасность на это время. Вот поэтому он мне не даёт немножко как-то, знаете, совсем положиться на этот метод. В голове не укладывается, когда ты вынашиваешь ребёнка, он как бы вот... Ты чувствуешь каждый толчок его, да, ты чувствуешь, когда он спит, ты с ним разговариваешь всё равно, а потом тебе его нужно отдать, и ты даже на него никогда не посмотришь. Да, у тебя нет права потом участвовать в жизни этого малыша. Так вот, всё, о чём ты говоришь и о чём мы сегодня поговорили, ЭКО и донорство спермы и суррогатное материнство, всё это не такие уж дешёвые процедуры, да, не следует отметать фактор того, что за всё это нужно будет заплатить, помимо того, что понести ещё все эти моральные расходы. И это ещё одно место про возможности. Мимо хорошей спермы, качественных яйцеклеток и способности, да, выносить ребёнка. Это ещё тоже как бы... Ну, на самом деле, это тоже ресурс, деньги. Да. Будут деньги, возможно, им будет иметь ребёнка, но не будут деньги. Ну, кстати, возможно ли, ну, пройти какие-то эти процедуры, если, например, вот этого ресурса, ну, не существует у тебя. Я не знаю. Вместе с тем, что плохая сперма или плохие яйцеклетки, или ещё что-то не то. У нас есть в стране волшебный ОМС. И что-то мы можем делать по ОМС. Волшебное слово «что-то», может, «что», например. Что-то. Опять же, мы возвращаемся к ЭКО. Мы можем делать ЭКО по ОМС, но в определённых случаях. Сложно это? Ну, вот... Это несложно. Очень быстро дают квоты. В течение, там, я не знаю, полтора-три месяца очень быстро квоты дают. Сейчас их много. И это не какая-то там поликлиника, в которую ты пришёл, кровь сдал, тебя там выгнали. Да. Это прям центры. Ну, и даже частные центры есть, которые работают по ОМС. О, это вообще прекрасно. Просто замечательно. Очень хочется верить, что в нашей стране как можно больше развития этого вообще течения, да, поднятия демографического. Для поднятия демографического уровня есть какие-то бесплатные плюшки. Да, это просто замечательно. Плюшки. Можно сказать большое спасибо за то, что есть технологии, которые помогают осуществиться материнству и вынашиванию и становлению родителями потом. И не забеременеть нам тоже помогают. И всё это можно сделать. И узнать, самое главное, это, наверное, получать в этой области знания женщинам и мужчинам тоже одинаково образовываться и, скажем так, следить за выходом новых серий в этой области. Это подкаст «Мазерлоуд» и с вами были Катя, Юля и Маша. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Катя, Юля и Маша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok